Когда в советское время ничего нельзя было, вообще челочка, ляжка, чиколотку налил, все, смерти подобно, в ЦК и ГКЧП. Когда все вдруг стало можно, все, сиськи-писки, уже ничего неинтересно, понимаете, как стало. То есть, когда что-то нельзя, а ты это как-то так аккуратно, намеками, тогда это интересно. Вот, допустим, там я могу сказать, что в театре сейчас, ну, неинтересно идти, смотреть на какие-то голые тела, скажем, если это неинтересно, потому что это уже более чем предостаточно. Что касается проституции, пропаганды всевозможной этого, это было всегда, все эти куртизанки, это всегда было. Бороться с этим, конечно, легализовывать это ни в коем случае нельзя, как это сделано в каких-то там других странах. Это аморально, это очень низко, это, знаете, что, это вот эта похотливость телесов, это убивает душу, понимаете, это не дает нравственного роста. Я вообще бы на уголовную статью за проституцию вел, понимаете, как. Нельзя брать деньги за то, что раньше это, что такое секс, это наивысшая точка признания в любви, когда не хватает слов, начинается, начинается любовь уже на уровне тел, понимаете, как. А сейчас, ну уже не сейчас, это давно уже, это так все извращено, что молодежь подрастает, и она говорит, так, я должна на выпускном балу лишиться девственности, понимаете, о чем речь. Может, она и проституткой станет как раз, понимаете, когда уже идея лишиться на выпускном балу в 11 классе девственности. Надо ужесточать законы эти, надо сажать вот этих, кто с несовершеннолетними, понимаете, развращает детей, подростков, и с этим надо очень жестко бороться. Уголовную статью за проституцию, да, надо вводить, тогда у нас станет меньше проституток, у нас перестанут сифилитички, спидовые бегать, понимаете, заражать всех там подряд. Их всех надо ставить на учет, и по медицинской карте смотреть, что она лечится, и никаких контактов, ей все контакты запретить надо, половые. И эти люди должны только себе искать пару среди таких же ВИЧ-инфицированных людей. Тогда можно будет навести порядок, если за это по-настоящему начнет государство карать, понимаете, и пресекать это. И борделей не будет никаких, и спокойно жить можно будет, понимаете, как. Я вообще проституток бы всех, знаете, пересажал, чертовой матери, радикально бы взял и пересажал. И все, и будем жить спокойно, будем жить хорошо, будем жить в целостной нравственной стране.